У нас в студии Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государственного медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края. Александра Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Вот, признаюсь вам, сегодня просто моя любимая тема для разговора. Я ждала, когда мы, наконец, это сделаем в нашей программе. Будем говорить про зубные щетки. Вот сейчас их такое огромное количество. Заходишь в супермаркет, в аптеку, ну, просто теряешься в выборе. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы сегодня наши зрители получили совет, как подобрать щетку для себя, какие щетки вообще бывают, и мы даже расскажем вам о самых новых технологиях, которые уже есть, и на щетках они тоже отражаются. Ну, вот, с чего начнем? Наверное, с того вообще, какие бывают щетки? Да, начнем вообще со строения. Каждая щетка у нас состоит из ручки и головки. Есть еще переходная часть, которая у нас, может, представлена еще дополнительно какими-то более гибкими, вот как здесь, например, более гибкими соединениями. Ручка обычно покрывается резиной для того, чтобы удобно было держать, и не скользила рука при движении зубной щетки к полости рта. А вот по характеру щетины здесь очень много вариаций. Первое, что нужно сказать, что щетина бывает нескольких типов жесткости, и на каждой щетке написана жесткость. Есть мягкие, очень мягкие, средние жесткости, жесткие и очень жесткие. Обычному человеку достаточно чистить щетиной средней жесткости. Написано «медиум», и на каждой зубной щетке на коробочке все это обозначается. Большое значение имеет подстрижка поля и частота кустопосадки. Если посмотреть каждую подстрижку, здесь, например, она вот такого типа, подстрижка поля. Вот здесь щетка виден, очень своеобразная подстрижка, и очень многие щетки имеют силовой выступ. Вот этот силовой выступ, он помогает очищать задние зубы и межзубные промежутки. И очень часто именно этот силовой выступ, он даже есть и вот в детских зубных щетках. Вот этот вот силовой выступ, он помогает все нам контролировать и способствовать лучшему очищению. Сами щетинки расположены и сгруппированы в кустики. И вот эта чистота кустопосадки, она тоже помогает очищать хорошо зубы. Если посмотреть строение вот этой зубной щетки, вот здесь щетинки сбоку видно, что расположены вдруг вот крис-кросс. То есть они скрещиваются друг с другом. И считается, что это тоже помогает очень хорошо очищать зубные щетки. Вот есть и такая подстрижка, да, когда в два слоя. Да, подстрижка поля есть и такая, когда посредине, посредине чуть-чуть ниже, а боковые щетинки, они выше. Это тоже считается, что очищающая способность таких щетинок гораздо лучше. Есть щетины из нескольких видов волокон. Это, как правило, раньше были из натуральных, из свиной щетины, сейчас только из синтетических волокон. Вот чем интересна вот эта щетка? Сбоку расположены вот такие резиновые насадки. Они могут быть, да, вот эти желтенькие. Они помогают полировке зубов и способствуют массажу десен. И именно вот эта конструкция, она тоже способна дополнительно очищению зубов у людей с заболеваниями десен. Это тоже очень хороший вариант. И мы говорим, что чаще всего пациент наш привыкает к определенному виду зубной щетки и потом уже начинает использовать ее. Очень уже вытертая, но своеобразная щетка, такую очень редко можно встретить в продаже. Это щетка для людей с ограниченными возможностями. Или, я как говорю, для лентяев. То есть одно движение зубной щетки мы здесь покажем. Оно охватывает со всех сторон. И одновременно продвигая эту щетку или движение, мы чистим каждый зуб с трех сторон. Давайте мы еще раз покажем, чтобы наши зрители увидели, как это все происходит. То есть мы вставляем эту щетку и, делая движения такие же, мы способствуем очищению этих зубов со всех сторон. И постепенно продвигая по зубам, мы можем добиться максимального эффекта. Вот, кстати, сразу такой вопрос. Сколько зубная щетка служит по времени? Все зависит от мануальных навыков. Принято считать, что минимум четыре раза в год мы должны менять зубную щетку. Каждые три месяца? Каждые три месяца. И мы говорим, что есть по каждому времени года своя зубная щетка. Даже так? Да. Ну, для того, чтобы проще запомнить. Но у нас в каждой щетке есть индикаторные щетинки. И они вам помогут. Вот здесь, например, вот синяя полоска. Она будет слабеть, да? Она будет интенсивность, она будет изменение цвета сверху начинаться и постепенно распространяться по зубной щетке. Здесь вот тоже есть индикаторная полоска. В основном на всех современных зубных щетках есть индикаторные полоски, они синего или зеленого цвета, которые помогут лучше определить, требует ли щетка замены. И плюс мы говорим, что сама структура щетинок должна подсказать. Они деформируются, они разлохмачиваются, развлокняются. То есть и очищающая способность таких щеток гораздо меньше. Поэтому щетку тоже требуется менять по мере износа. А это зависит от силы давления, которое наш пациент прилагает к зубам и к самому процессу чистки. А вот здесь у нас представлены щетки электрические. И вот несколько слов о них. Вот ваше мнение как стоматолога. Электрические зубные щетки, они очень хорошие, но при правильном применении. Есть сейчас уже и для всех маленьких электрические зубные щетки. Вот эта щетка, она и следующая, разный принцип. Здесь головка не вращающая, и здесь пульсирующие движения. Просто вибрация, вибрация самих, самих щетинок. И вот здесь просто мы приставляем, и она, делая такие же движения, мы очищаем максимально. Колышутся сами ворсинки, щетинки. А если мы говорим о вот такой зубной щетке, то здесь вращаться будет сама головка. Но время, которое вы должны затрачивать, оно должно быть минимум такое же, а еще может быть и гораздо больше. Почему? Потому что головка вот этой щетки электрической, она охватывает только один зуб. И вы должны сделать движение с одной поверхности и охватить абсолютно все поверхности. То есть ручной щеткой мы захватываем минимум 2-3 зуба, а этой щеткой мы захватываем только один. Поэтому время чистки зубов может не только сокращаться, но даже увеличиваться. Минимум 2 минуты точно так же должно занимать время. Ну и точно так же щетки требуют, электрические требуют замены. Сила нажатия, она тоже меняется. И меняется амплитуда, вот это вот колебание и время колебания самой головки, они тоже разные для детей и для взрослых. Очень хорошая вещь, нельзя от нее отказываться, но мы должны тоже аккуратно применять. Есть особенности. Александра Зиновьевна, я вот еще какой вопрос хотела вам задать. Вот сама я, когда выбираю зубную щетку для себя, я люблю, чтобы вот головка этой щетки была очень маленькая. Ну вот мне как-то так удобно, и в свое время меня стоматолог этому научила, и я всегда стараюсь это делать. Но вот тут я вижу вот такую зубную щетку, и очень сильно я удивлена. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это какая-то специфическая зубная щетка или она в принципе подходит всем? Вот раньше это называлось как это межзубной стимулятор, сейчас это называется немножко по-другому. Это называется монопучковая зубная щетка, и считается, что это как дополнительная к обычной чистке зубов, или можно как самостоятельная. То есть сейчас я чуть-чуть разверну на камеру, чтобы наши зрители видели, смотрите, вот всего лишь один пучок, да, как вы говорите? Да, один монопучковая щетка. И здесь вот такие взбивающие движения мы должны делать, но таким образом мы очищаем гораздо лучше, но время и длительность, оно, конечно, занимает, увеличивается. Я забыла сказать еще про одну линию, ноу-хау, которая сейчас есть. Это линия супермягких зубных щеток. И если обратить внимание, чем они отличаются от других щеток, то они, частота кустопосадки, то есть очень густое расположение щетки. Вот если мы сравним даже вот, например, с такой, да? Да, очень-очень разная, абсолютно разная частота кустопосадки. Здесь собраны очень мягкие-мягкие щетинки, но вот они собраны в гораздо более плотные пучки, и они чаще расположены. Ну вот здесь очень важный момент, чтобы наши зрители тоже не вести в заблуждение. Речь идет не о том, что вы просто приходите в магазин и выбираете себе мягкую или супермягкую щетку. Нет, речь идет о другой технологии. То есть если щетка мягкая, а другой модификации. То это должна быть головка, вот именно выглядит таким образом для того, чтобы была максимально очищающая способность для детей и взрослых. И на каждой вот такой щетке там даже пишется количество щетинок в пучке. И получается, чем больше их для мягкой, тем лучше. Да. Смотри, ну у нас уже наш разговор близится к завершению, но что я не могу вас не спросить, так это отдельно про вот эти замечательные щеточки. И мой вопрос будет, наверное, звучать так, что понятно, что эти щетки для детей, а когда же вообще у ребенка должна появляться зубная щетка? Когда начинать чистить зубы? Вообще надо чистить зубы с первого зуба. Но вот такие, такие маленькие зубные щетки, там очень-очень мягкая щетина. И, конечно же, вот эти щетки... Вот если мы ее сравним, например, с какой-нибудь взрослой щеткой. Эти щетки для детей до одного года. Вот эта зубная щетка, головка побольше, здесь уже для детей полутора лет. На каждой зубной щетке написано. И если суммировать все наши рассказы, как же все-таки правильно подобрать зубную щетку? Первое, вы должны выбрать длину головки. Минимум, если приложить своим зубам, а это у нас детская зубная щетка, минимум она должна охватывать 2-3 зуба. Первое правило, все-таки щетка, головка должна быть небольшая, на 2 зуба максимум. На 2 зуба, на 2-3 максимум, это мы. И второе, она должна содержать индикаторные полоски для того, чтобы вы контролировали... Когда ее нужно менять. Когда ее нужно менять. Отлично. Третье, должна быть удобная ручка, покрытая резиновой какой-то насадкой. Чтобы не скользила. Чтобы не скользила. Или на ручке должны быть какие-то, вот как здесь, дополнительные держатели, чтобы обеспечить хорошую фиксацию. Ну и следующее, мы говорим, что структура и форма посад, стрижки не имеет такого значения. Самое главное, вы должны выдерживать время, движение и длительность чистки зубов. И вот, внимание, а длительность и время, это сколько, Александра Анатольевна? Ну, это минимум 2-3 минуты. 2-3 минуты. Кажется, что это так мало 2-3 минуты, но если вы поставите песочные часы или просто поставите таймер на телефоне или будильник, вы заметите, что для чистки зубов это достаточно продолжительное время. Да, как правило, 90% населения максимум чистят одну минуту максимум, одну-полторы и больше. Если мы последим, то есть вот эти 3-4 минуты, ну, даже 2-3 минуты, да, как вы сказали, это будет уже прекрасно. Это достаточное количество времени для того, чтобы очистить зубы. Ну, используем дополнительные средства гигиены, но обычная чистка зубов 2 раза в день, утром и вечером, должна быть... Две-три минуты. Да, 2-3 минуты должна быть основой для каждого человека, и ребенка, и взрослого. Спасибо большое. В студии у нас была Александра Антонова, доктор медицинских ног, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государства Медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края. Мы говорили о зубных щетках. Продолжение следует...